Всем привет, вы на канале СуперКит. Решил я полазить по сайтам с распродажами БУ-техники и нашел такой вот неттоп. Организация распродает все имущество в связи с банкротством и, учитывая цену аж 300 с копейками гривен, приобрел себе в домашние нужды. Жаль, что не было подставки, которая позволяла поставить этот мини-комп вертикально. Мне сказали, что никогда и не видели эту подставку. На одной из сторон даже номер есть, под которым числился неттоп в организации. На нем самом есть еще пленка, я пока не знаю, куда он дальше пойдет, поэтому сдирать ее не буду. Но это не помешает ознакомиться с возможностями всего устройства, а также немного его обслужить и модернизировать. Зная модель Протца и фирму-производителя, я нашел в гугле описание с общими характеристиками, из которого видно, что Прот здесь Intel Atom D510, это двухъядерный четырехпоточный процессор с частотой 1,66 ГГц. Конкретно у меня винт оказался на 160 ГБ и азу 1 ГБ DDR2, а также с VGA портом, а не DVI, как на фото в описании, которое я нашел в инете. На неттопе есть 6 портов USB, что точно пригодится. Один гигабитный LAN-порт и разъемы под наушники, динамики, микрофон. Также попутно я нашел дрова на чипсет и решил поставить Windows 7. Правда, через недлительное время поставил XP, причем с помощью оптического дисковода из прошлого видео. Где лежал неттоп и в каких условиях хранился, непонятно, поэтому я решил заменить термопасту, тем более, что ее теперь у меня много осталось после покупки проца FX8350, и после посмотреть, что это дало, сравнив температуру под нагрузками до и после. Кстати, винт включался всего несколько раз, зато почасовая наработка у него оказалась аж 17 тысяч часов. Разбирается на топ несложно, 6 винтиков, а также поддеть корпус отверткой или пинцетом и можно добраться до внутренностей. Как видно, память и винт на пломбах, то есть их не меняли перед продажей мне. Собственно, модернизацией будет заключаться замена АЗУ на планку в 2 гигабайта, поскольку 1 гигабайт это совсем тускло. Снятие крышки позволяет добраться и до системы охлаждения, и до винта, и до оперативки. Это очень удобно и хорошо, так как в некоторых ноутбуках такой бред придумывают, что до винта порой можно добраться только после полного разбора. Ну а здесь вот такой вот радиатор и такая система охлаждения, у которой есть тепловая медная трубка. Сам радиатор покрывает чипсет и процессор. Проц распаян на плате, заменить его нельзя. Хотя, может, конечно, и можно выпаять и припаять другой, но это не вариант. Вентилятор 4-х пиновый, обороты такого вентилятора вроде как могут достигать до 6500 оборотов в минуту, что достаточно сильно шумно, как по мне. Его обороты регулирует материнская плата, исходя из температуры процессора, который, к слову, имеет ТДП 13 Вт. Хоть относительно стационарных процессоров это и немного, но и радиатор здесь просто никакой. Просто тонкая пластинка с минимальным размером ребра. Мне вот интересно всегда было узнать у производителей, в чем прикол гонки за минимальностью толщины. Как будто здесь 3-5 мм дополнительной толщины корпуса, но при этом нормальный радиатор сделали бы хуже. А так вот и имеем температуру под 70 градусов в подобных устройствах. Хорошо хоть заявленная максимальная температура процесса 100 градусов, но все равно это не дело, потому что вентилятор работает быстрее, а как результат шумнее. Я не люблю такие конструкции. По ходу здесь использовалась термопрокладка. У радиатора есть метки, где будут чипы, но мне удобнее точно видеть, что термопаста легла на поверхность процессора и чипсета. Поэтому я намножу их полностью, а потом уберу лишнее. Когда я остановился на пол, я не изменю пола, я ошибся, что я ошибаюсь. термопасту буду мазать MX-4 от Arctic с пастой закончили радиатор крепится на 4 винтиках которые имеют нумерацию порядка закручивания этих винтиков вроде как с системой охлаждения все, все почищено и перемазано чуть позже посмотрим насколько это помогло скажу сразу что в биосе нет возможности отключить двух по точности ядра да и вообще в управлении центральным процессором в биосе все отображается неактивным серым цветом то есть посмотреть можно а поменять нет правда мне кроме отключения двух по точности ничего и не нужно было сам проц понимает до 4 гигабайт оперативки но поскольку здесь один слот под память то придется довольствоваться двумя гигабайтами в принципе у ddr2 есть и планка в 4 гига но стоит она неадекватно почему-то приблизительно в 10 раз дороже чем на 2 гигабайта как по мне то цена 4 гиг планки обессмысливает вообще модернизацию и это устройство я же нашел на алике самый дешевый вариант ноутбучной планки памяти ddr2 а как вы поняли то здесь именно ноутбучный форм-фактор и используется ссылку на планку в 2 гигабайта оставлю в описании касательно памяти которую я купил то как я понял из описания это бу брендовая протестированная память которую после разборки отслуживших устройств продают под китайским брендом мне досталась планка с чипами hunix планка без проблем увиделась как в биосе так и в винде также расширю возможность нет топа за счет подключения китайской беспроводной usb сетевой карты которая выполнена форм-факторе заглушки usb порта тест на скорость данной вайфайки есть в отдельном видео на моем канале пока антивирусник не ставил думаю какой полайтовее будет чтобы не нагибал сильно процессор поэтому ресурс нет топа сейчас посвободнее можно посмотреть начинку и сделать некоторые тесты также стресс тест нагрузкой процента на систему охлаждения сначала с открытой крышкой нет топа сам радиатор имеет такую температуру на пирометре а самая горячая точка на оперативке видимо она нагревается так находится близко остыть так не успевает так как на ней нет радиатора но не думаю что это высокая для азу температура теперь тест с закрытой крышкой ну и теперь насколько лечебная оказалась моя термопаста можно посмотреть сейчас сейчас запущенный стрим и просто футбольный матч который как видно даже и близко не грузит проц на сто процентов но даже при такой загрузке ниже 50 процентов температура проц а было почти 70 градусов а чипсета 50 градусов youtube это одно из главных источников видео трафика поэтому оценивая возможности медиакомпа роль которого я хочу приписать этому нет топу невозможно пройти мимо такого сервиса как youtube для теста запустил видео 30 кадров 720p и смотрим как оно идет прот занят приблизительно на 50 процентов и видео идет плавно без рывков и заиканий при переводе в 1080p проц сначала уходит в полную загрузку и заметные лаги но потом его попускает и в целом видео идет также нормально а и Кроме запуска на YouTube, я запустил исходное видео обзор винта Toshiba на 1 терабайт, которое я и заливал, видео качество 1080p и оно занимает весь ресурс проца, причем данного ресурса недостаточно, чтобы плавно воспроизводить такое видео. Конечно можно поискать другой плеер и возможно здесь недостает всего процентов 10 ресурса для беспроблемного воспроизведения, но сейчас я лишь показываю оценку сколько ресурса приблизительно требует та или иная задача, поэтому заниматься тестами плееров не буду. Видео же с разлочкой модема, которое снималось раньше и было менее качественным, хотя также имеющим разрешение 1080p идет без проблем. Полагаю, что видео 720p будет идти без напрягов, поэтому для просмотра оффлайнового видео, пусть и не любого, этот нетоп тоже сгодится. Ради интереса я даже решил запустить CS 1.6 и в принципе игра без добавления ботов идет более чем плавно. При добавлении 13 ботов, чтобы играть 7 на 7, естественно фпс проседает, но все равно вполне играбельно. Фпс просlearning. Куда мне throwingelles? Как видно, температура, как каждого из ядера, так и общее около 45-50 градусов. Вроде немного, но если резко свернуть игру и посмотреть в AIDI, которой я верю больше, то можно видеть температуру на проце аж 71 градус. ХЗ температура чего тогда была вместо процца, может чипсета материнки. Но так или иначе, то если верить AIDI, то видно, что перемазка не решила ничего, и проблема, как я уже и говорил, в таком унылом радиаторе и системе охлаждения в целом. Вот такое устройство досталось мне почти даром. Прот здесь еще в порядке для требуемых задач от такого устройства. Подкинул памяти и в офисном варианте таким мини-компом пользоваться можно. А почему бы и нет? YouTube идет, пусть и абсолютно комфортно и с запасом только в 720p. Онлайн видео также идет, если судить по футбольному матчу. Про всякие скайпы и офисы я вообще молчу. В плюсы можно добавить и небольшое энергопотребление таких неттопов и мини-пк. Конкретно этот до запущенного теста протца потребляет около 14 ватт, а с загруженным протцом около 18 ватт всего-то. Поэтому блок питания на 40 ватт, которым комплектуется неттоп, должен работать в полсилы. Что касается высоких температур протца, это результат размеров корпуса и физику не обманешь. Был бы здесь такой радиатор, был бы совсем другой результат. Кстати, в заводском исполнении это можно было бы очень красиво подать. И закрепленный к плате или к противоположной стороне корпуса радиатор, мог бы через отверстие в корпусе выглядывать наружу. Выглядело бы это достаточно красиво, при этом не нарушало бы концепции толщины неттопа, а самая главная эффективность и полная тишина, так как такой радиатор по своим свойствам лучше, чем то, что здесь установлено, несмотря даже на вентилятор. Но, видимо, производители таких устройств не заинтересованы в комнатной температуре процессора, а похоже наоборот, хотят, чтобы он был горячим, разрушаясь из-за этого. Ведь вы же понимаете, что при стабильных 70 градусах, а то и выше, процессоработать будет, но почему-то я уверен, что меньше по времени, чем мог бы. Как можно использовать такое устройство в весьма нужных и жизненных случаях, я расскажу в отдельном видео чуть позже, где-то через пару видео. Ссылки на полезности в описании, оценивайте видео, подписывайтесь на канал, обязательно будут еще видео о разных девайсах. Если есть вопросы, можете задавать их в комментариях, постараюсь ответить на них. Всем спасибо и до новых встреч!